Здравствуйте! Мы в машине времени, а значит впереди как минимум несколько поводов, чтобы сделать этот день приятней. О праздниках и памятных событиях прямо сейчас в машине времени. Шум леса и звук морской волны, запаха зона в воздухе после дождя и пение птиц. По мнению исследователей, эти природные явления лучше всего успокаивают нашу нервную систему. Как раз сегодня неплохо было бы проверить это на себе, ведь 11 мая это день любви к природе. Цель у праздника очевидна, ведь ежегодно Красная книга пополняется сотнями видов флоры и фауны. И это не говоря о том, что проблема экологии сказывается и на нас. Уже давно не секрет, что в воде, которую мы пьем, и в воздухе, которым дышим, содержится микропластик. Проникая в организм, его частицы повреждают органы и выделяют опасные химические вещества. Если же представить, что прямо сейчас на планете исчезнут все люди, то уже через сто лет зацветут леса и воздух станет чище. Множество животных, находящихся на грани истребления, смогут восстановить свою популяцию. При этом домашние кошки и собаки в этом мире не выживут. 11 мая 1891 года произошло одно из самых загадочных покушений в истории российских политических деятелей. Японский полицейский Цудо Санзо попытался убить наследника российского престола Николая Александровича. Будущему императору на тот момент было 22 года. В страну восходящего солнца он приехал в рамках восточного путешествия и остановился в городке Оцу. На одной из прогулок он вместе с двумя принцами, греческим Георгом и японским Арисугавой, возвращался с озера Бива. Николай находился в коляске с рикшей. В это время полицейский Цудо Санзо с саблей наперевес кинулся к нему и успел нанести два удара. Они рассекли кожу на голове наследника до кости. Ехавшие сзади поначалу не поняли, что произошло. Через несколько секунд наследника увидели стоявшим посреди улицы без шляпы. Правой рукой он держался за голову, из которой струилась кровь. Если верить очевидцам, то Николай был спокоен и уверял, что рана пустая. Согласно Николаю Обручеву, покушение не окончилось убийством наследника только благодаря быстрому вмешательству принца Георга, который своей тростью ослабил удар сабли самурая, впоследствии чего рана оказалась поверхностной. Впрочем, в Петербурге имена греческого принца считали ответственным за произошедшее. Как бы то ни было, нападавший вскоре погиб на каторге. А вот приятным этот день стал для жителей Магадана. 11 мая 1941 года на всех главных улицах города были построены деревянные тротуары, что спасало пешеходов от весенней грязи и луж. Первые работы по их установке велись еще за три года до этого. Предполагалась прокладка тротуара по правой стороне Колымского шоссе от улицы Дзержинского до фабрики кухни и до центральной площади, ныне известной как Соборная. В то же время магаданские улицы впервые стали заливать бетоном. Тем не менее, значительная часть деревянных тротуаров пролежала в центре Магадана до 70-х годов, а местами и дольше. А еще сегодня всемирный день осведомленности об эгоизме. По сути, эгоизм является способом сохранения статус-кво человека в социуме. Психологи считают, что эта черта характера свойственна в той или иной степени абсолютно всем, но особо частые случаи проявления эгоизма, как правило, вызваны либо моральными потрясениями, либо комплексом неполноценности. В свою очередь, те, кто его лишен и любит себя, в состоянии испытать аналогичное чувство в адрес других людей. В крайней степени эгоизма концентрация на собственных интересах вредит как личности, так и ее окружению. Однако именно эгоисты – это прирожденные лидеры, потому что они знают, куда идут. Поскольку многие люди не знают своих целей, им проще и удобнее идти за целеустремленным и вдохновленным человеком. Вот таким запомнился этот день в истории. Тебе хорошо его провести, а мы увидимся в Машине Времени.